Всем привет, друзья! Меня зовут Ильхан Салах, и вы попали на мой канал. Спасибо, что включили это видео. И огромная просьба, как вы знаете, сейчас очень сложно сделать какой-либо хороший контент, и я очень сильно надеюсь, что вы проявите активность под этим видосом. Скорее всего, вам будет непривычно видеть такой контент у меня на канале, но честно, ребят, мы очень долго думали над этой рубрикой и решились. Рубрика будет информативной, продуктивной, можно сказать. Что-то вы узнаете в первый раз, что-то вы и так знали, но закрепите. Вот, как я и говорил, информативно, продуктивно, поэтому много-много надо будет разговаривать. Как вы знаете, с этим у меня так себе. Че он сказал? Поэтому я решил, что эту рубрику будет вести мой хороший друг Давид. Как там говорят? Прошу любить и жаловать. Погнали. Алло, разобраться хочешь, значит? Ну давай раз на раз. Все, все, я за барсом. Друзья, я напоминаю, что спонсором данного ролика является легальная бутмекерская компания Parimatch. Именно у них сейчас проходит киберфутбольный турнир с призовым планом в 2 миллиона рублей. Кстати, я тоже там участвую, заходите, поддерживайте. Не забывайте про акции и компания. По ссылке, закрепленном комментарии вас ждет бонус. Страховка вашей ставки до 2000 рублей. Если вы умеете и хотите играть на ставках, пожалуйста. Всем привет! Вас уже успели со мной познакомить и у меня есть к вам сразу один вопрос. Знали ли вы, что первым чемпионом Европы стала сборная СССР? Кто-то знал, а кто-то нет. Поэтому я здесь. И мы с вами пройдемся по самым интересным фактам в истории футбола. Когда мы вспоминаем Месси и его нарушения, сразу в голову приходит последний инцидент с Кубка Америки с 2019 года, где он на 37-й минуте получил прямую красную карточку. Но мало кто знает, что в его карьере это всего лишь вторая красная карта. Да ладно! А первого он получил в далеком 2005 году на 44-й секунде. И представляете, это в дебютном-то матче за сборную. Тогда сборная Аргентины играла против сборной Венгрии. И вот на 64-й минуте выходит совсем еще юный Месси. Его никто не знал. И менее чем через минуту уходит от защитника Вильмаша Ванцика в своем фирменном дриблинге, на данный момент уже ставший культовым. Защитник, долго не думая, начинает его прихватывать. И Месси отмахивается. Ну и судья останавливает игру и показывает прямую красную карточку. А как думаете вы, будет ли у Месси еще красная карта в карьере? На стадионе Буэнос-Айреса был проведен эксперимент, цель которого состояла доказательство превосходства футболистов-холостяков на женатыми. И вот все шло хорошо, пока не был назначен пенальти в ворота женатых. После того, как он был реализован, жены побегали на поле, поколотили судью и присвоили победу своим мужьям. Как вы понимаете, эксперимент провалился. Жены – это святое, с ними не поспоришь. Мы знаем не понаслышке, что в Советском Союзе были многогранные и на все способные люди. И, конечно же, нельзя не вспомнить лучшего вратаря 20 века. Лев Иванович Яшин был не только футбольным вратарем, но и хоккейным. В 1953 году стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Его хотели призвать в сборную по хоккей на чемпионат мира, но он решил сконстанцироваться на футболе. Итальянский вратарь Гроссо во время матча посоветовал суде купить очки, за что и был удален с поля. В результате разбирательства выяснилось, что Гроссо является владельцем магазина оптики, а у судей действительно плохое зрение. В итоге дисциплинарный комитет расценил слова Гроссо не как оскорбление, а как полезный совет. Кончилось все тем, что Гроссо простили, а судей купил его в магазине очки. Вот так вот ты как бы оскорбил человека, но это оказалось полезным советом. Почти все мы знаем известного певца Энрике Эглесиаса, но у него был не менее, даже более известный папа Хулио Эглесиас. В своей молодости он был футбольным вратарем и даже играл за Реал Мадрид. Но его карьера продлилась недолго. В 20 лет он попал в автокатастрофу и прожил в больнице 3 года. Он был парализован везде, кроме рук. Там же он научился играть на гитаре и впоследствии стал всемирно известным певцом. Вот так вот. Надо даже из плохой ситуации брать хорошее. Вспомните, как в детстве вы часто спорили, был гол или нет. Поверьте, в профессиональном футболе такое встречается тоже. Вы просто посмотрите на этот гол Байера Хофенхайму. Впоследствии был огромный скандал, так как главный арбитр матча Феликс Брых засчитал этот гол. Что тут хочется сказать? Вара тогда действительно не хватало. Поражение сборной КНД на Мундиале в ЮАР стало поводом для ареста главного тренера. Впоследствии его сослали в концлагерь, где он занимался тяжелым физическим трудом по 14 часов в сутки. Северокорейский лидер посчитал преступлением поражение команды от сборной Португалии 0-7. Тренер признал свою ошибку и взял всю вину на себя, тем самым спас команду от расстрела. И у меня только один вопрос в голове. Что у них там происходит? И в завершении выпуска у меня есть для вас одна простенькая загадка. Если в дальнейшем этот формат вам зайдет, то загадки в конце выпуска будут на постоянной основе. Первое. Этот великий футболист только один раз в качестве капитана вывел сборную Турцию на поле. Второе. Тренеры относились снисходительно к тому, что он очень много курит. Третье. Успел отличиться в хоккее. Четвертое. Всю карьеру играл за один клуб. Пятое. Был чемпионом своей страны пять раз. Шестое. В честь него были проведены два прощальных матча. И седьмое, заключительное. Ему поставили памятник. Ну что, ребят, задачка совсем простенькая. Те, кто внимательно смотрел этот выпуск, они легко на него ответят. А тот, кто первый в комментариях даст правильный ответ, будет объявлен в следующем выпуске. Ну что, всем спасибо за просмотр. Приятно со всеми познакомиться. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok